Воспользовавшись тем, что Шри-Ланка наконец-то открыла свободное перемещение для людей с сертификатом вакцинации, я решила, конечно же, туда отправиться. К тому же были каникулы, и плюс мне очень повезло с ценой тура. В общем, я решила поехать в Унаватуну, поскольку я уже знаю этот регион, и там можно купаться в любую погоду, там никогда не бывает очень больших волн, как в открытом океане, потому что это залив. А еще в Унаватуне есть свои достоинства, о которых я расскажу несколько позже. Для посещения Шри-Ланки вам обязательно понадобится сертификат о вакцинации, ПЦР-тест, сделанный не ранее, чем за 72 часа до прилета в Шри-Ланку, который вам нужно будет прикрепить в Декларацию о здоровье. И также нужно заранее заполнить на сайте заявку на визу и получить эту визу. Все документы нужно распечатать. Ну что, в этот раз я проживаю в Гестхаусе, который называется Санимут Гестхаус у Наватуна. Заселили меня на третий этаж, поскольку я молодая, мол, и побегаю. Ну, вот такой номерочек. В принципе, все очень скромненько, как на даче. Ну, все необходимое есть. Даже есть холодильник. Кто-то писал, что холодильника нет. Вот мне выделили кружку-стакан. Зеркало, там шкафчик. Правда, вешалок там нет. Там только полочки. Зато есть сейф. Ну, и вот такая кровать, кстати. Я уже опробовала, удобная. Столик. И ванная комната. Горячая вода есть. Я проверила. Так что, вот такие дачные минимальные условия. Но здесь очень все чистенько. Приятно пахнет. Так что, меня все устраивает. Буду разбирать вещи. Кстати, отсюда видно океан. Это вот гостиная в Гэстхаусе. Вот такая неожиданная Шри-Ланка. Шла я к своему Гэстхаусу. С рынка. Тут лежит непонятная лепешка. Оказалось, что это черепаха такая интересная. Сегодня утром со мной завтракала обезьяна. Ну, вот как не любить Шри-Ланку. Я вообще огромный любитель манго. И зашла здесь в магазинчик фруктов. Я уже один манго купила. И зашла, не удержалась. Еще попробовала. Еще мне понравилось. Здесь много разных сортов. И я решила купить еще манго. Но поскольку у меня не было 100 рупий. Он всего лишь стоит 100 рупий. А у меня было только 500. Я отдала он. Говорит, да ладно, зайдешь в следующий раз. Как-нибудь еще что-нибудь возьмешь. В общем, просто бесплатно мне отдал эти манго. Обожаю Шри-Ланку. Субтитры сделал DimaTorzok. Продолжение следует... Это мое любимое место уединения. Находится оно недалеко от Унаватуны. И узнала я о нем еще два года назад, когда мы отдыхали в другом отеле, который как раз был неподалеку от этого кафе. Это кафе Happy Beach. И вот, выйдя из него на пляж, открывается такой обалденный... А пока вы смотрите на эту красоту, я хочу попросить вас поставить палец вверх. Конечно, если вам нравится это видео. И подписаться на мой канал. Хозяин гестхауса, в котором я живу сейчас, поливает растения. Жизнь поселка начинается. А сын собирается в школу. Они ходят в школу к 7 утра. А вот сейчас 6.30. И он как раз выходит в школу. А вот пес, который живет в этом гестхаусе. Ты красавец такой, да? Ты хороший, хороший шабак. Могил, пришел. Что, еще надо тебя чухать, да? Еще надо чухать. А, что, еще дни чего еще? Ха-ха-ха. Ха-ха. вот так у меня сегодня завтрак даже с кусочком манго вот так просто по деревне гуляют павлины это кстати к нам прям заходят разогревает так вот за что я еще люблю у наватунуток это за то что дикие животные живут рядом с вами обезьяны павлины бурундуки и вараны и даже гекконы какая прелесть вот мои соседи прячется за столбом сегодня я приехала на пляж de la vela тут вот такие красивенные волны вот там немножко дальше люди купаются там такая как лагунка небольшая волны разбиваются коралловый риф как раз ближе к берегу вполне комфортно купаться людей здесь такую немало надо сказать красивый пляж это кстати тут самый знаменитый камень лягушка лягушка с другой стороны получается кстати здесь занимается серфингом вот такой удивительное место с одной стороны очень большие волны и там конечно не покупаешься нужно полюбоваться волнами с другой стороны вот такая небольшая лагуна в которой люди приходят купаться с детьми и здесь еще сюда приплывают черепахи я вот правда не знаю в какое время все время они здесь плавают или какое-то определенное но знаю точно что черепахи здесь есть такие вот пляж ну Субтитры создавал DimaTorzok Черепах прямо ближе к берегу я не увидела, но зато если всматриваться в волну, их часто можно увидеть прямо в гребне волны, это так интересно. А еще видно, как они поднимают свои головы. Конечно, на видео этого не будет видно, но если просто сидеть на берегу и наблюдать, то можно их увидеть. Здесь просто невозможно остановиться и не снимать, потому что так красиво. Для того, чтобы уехать с острова, нужно получить ПЦР-тест. Собственно, его требует Шарджа. И чтобы его получить, мне лично пришлось приехать в клинику в Галли. Хотя вообще приходят часто прямо в отели, берут у вас анализ. Но меня хозяин гестхауса направил именно сюда. Что могу сказать? Вот я здесь уже стою минут 15. То есть у них здесь, во-первых, расписание есть, перерывов. Сейчас я его покажу. А во-вторых, ну они не спешат особо работать. Вот, девушка, надеюсь, сейчас уже дело пойдет. Я заплатила 6500 рупий. И, честно говоря, ну тут какие-то такие замороки. В общем, меня из этого здания послали вот в какое-то место тут между контейнером. Ну вот в этот какой-то ужас. И здесь где-то я должна сдать... А, вот, написано ПЦР-тест. А забрать его можно будет завтра в 10 утра. То есть, ну, по сути, нужны сутки для того, чтобы выдали результат. Ребята, вот здесь делают ПЦР-тест. Прямо здесь. О май гад. Причем везде все так по-разному. Аня, например, пришли прямо в отель брать у нее тест. Она говорила, что это стоит 8000. Я сюда проехала, получается, тысячу. Мне приехать сюда и уехать обратно на Тук-Туке в Галле. Потому что так это место не так-то просто найти здесь. И в итоге выйдет все то же самое, только с большими проблемами. Вот так они просто на стульчике берут ПЦР-тест. Но, слава богу, так сильно не ковыряются в носу, как вот рассказывали там в Эмиратах, например. Но, конечно, условия просто шокируют вообще. На Шри-Ланке закаты просто умопомрачительные. И, конечно, я старалась не пропустить ни одного из них. В общем, за что я люблю Новотун. Во-первых, здесь вот эти кафешки, которые находятся прямо на берегу океана. Это просто прелесть. Во-вторых, у меня сейчас такая была интересная история. Я заказала тунца на гриле. И мне принесли, но что-то не похожее на тунец на гриле. Больше похоже на, как это называется, рыба, боилд. То есть, как будто она сварена или пропарена с овощами. Подошел парень, спросил, ну, как вам блюдо? Я говорю, ну, в общем-то, не очень, потому что я хотела на гриле, а оно оказалось какое-то вареное. Он у меня из-под руки взял тарелку и забрал. Sorry, sorry, я сейчас все, типа, исправлю. Вот. И ушел с моей тарелкой. Так что я снова сижу, жду еду. Но атмосфера здесь, конечно, прекрасная. Мне очень нравится. Но самое смешное то, что мне принесли ту же самую тарелку с тем же самым, собственно, тунцом, который и был. Это, наверное, очень здорово, приехать сюда с семьей и отмечать день рождения. Это просто супер. А следующим утром я снова отправилась в Галли за результатом своего ПЦР-теста. Обозначение остановок, конечно, у них на карте очень номинальное, потому что на самом деле они не всегда на этих остановках останавливают. Хотя я просила, мне надо было выйти еще у остановки две назад, и он так и не остановил, аж доехал до самого автовокзала. Так что теперь мне придется вернуться обратно, чтобы забрать свой тест. Вот так выглядит больница, в которой я делала ПЦР-тест. Это на входе. Ну, то, что... То место, где делают ПЦР-тест, вы его уже видели. Вот так выглядит вход. А результаты нужно будет забрать вот здесь. Вот я сейчас как раз туда и направляюсь. Здесь, конечно, так мило выглядят вот эти все елочные украшения, веночки новогодние. Очень забавно. Меня попросили посидеть подождать. Забрали мою бумажку. Ждем. В общем, с результата моим, слава богу, все было в порядке, и я отправилась обратно. Жизнь на улицах Гали. Движение транспорта сумасшедшее. А вот люди, кстати, я заметила, ходят довольно-таки медленно. Никто никуда особо не торопится. Здесь покупки идут полным ходом. У девушек шоппинг. 일본. До свидания. До свидания. А это рыбный рынок между Галей и Уна-Ватуной. Запах тут, конечно, стоит такой рыбный очень. И сюда все приезжают покупать морепродукты. И потом их готовят либо в кафе, либо у себя в гестах. И все это возле дороги. В общем, прелесть. Приехала я в Уна-Ватуну, иду с остановки. Тут такая лужа. И посмотрите, кто в этой луже сидит. Варан. Их, кстати, двое было. Пока я... Ай-яй-яй! Куда он ползел? Если там... Спрятался. А вот и второе. Вынырнулось. Вот оно. Шустрый какой! Кошмар! Вы чуть не задавили. Боже, бедно. Он прям так испугался. Вот зашла в такую лавку купить манго. Мне очень понравились здесь такие кисло-сладкие манго. Именно зеленые. Вот. Вот эти. И есть вот такой интересный фрукт. Я не знаю, как он называется. Но, кстати, очень вкусный. Вот решила тоже домой взять. Если вы знаете, как он называется, напишите мне, пожалуйста. Ну, может, я дойду, конечно, до того времени. А это какао. Ну, кстати, какао я уже как-то брала. В общем, ерунда полная. Не знаю, что с ним делать. А это что? Сириланган киви. А, вот мне предлагают еще попробовать киви шри-ланкиский. Ну, не сильно-то на киви, конечно, похож. Чем-то похоже на очень сладкую грушу. Ну, нет, не мое. Не очень такое люблю. Вот тут куча авокадо. Вообще, очень хорошая лавка. Рекомендую. Вот она находится в Уноватуне. Сегодня я улетаю. И решила напоследок, конечно же, побаловать себя вкуснятинкой. Вот такая вот у меня креветка Джамбо. Кстати, здесь они в кафе Пикок стоят 600 рупий за 100 грамм. Вот такая креветка мне вышла на 200 грамм. Ну, картошка и салат. Это всегда они сервируют. Гарнир они спрашивают. То есть рис вам и салат, или картошка и салат. А креветка мне вышла на 1000 рупий. Это приблизительно 5 долларов. Так что самые вкусные и самые дешевые морепродукты пока что на Шри-Ланке. Слушайте, это вкусно, просто невероятно. Они это с каким-то таким соусом вкуснющим делают, что просто можно пальцы проглотить. Приятнейшего мне аппетита. В этом видео я вам показала только часть своей поездки. А самое интересное еще впереди. Дело в том, что в самолете я познакомилась с очень классной девчонкой, которая тоже летела отдыхать самостоятельно. Ее зовут Аня. И вместе с ней мы отправились в Сигирию, потом в Канде, побывали в Нувара-Элии. В общем, у нас было очень интересное приключение. Смотрите дальше. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!